очень просто с вами снова я виталий татарина и арина и арина не балерина друзья мои арина театральная прима театра юного зрителя помимо театра занимаюсь еще многим я занимаюсь готовкой гончательным мастерством и рисованием тут пальцев на руках не хватит многим но многим заниматься и энергии то надо много откуда и взять с этой энергии просто по утрам я пью свежевыжатый фреш чем-то мы с тобой здесь похоже я тоже по утрам друзья мои люблю выпить но это не то что вы думаете это тоже свежевыжатый фреш поэтому мы не будем затягивать наш разговор а сразу приступим к приготовлению этого самого свежевыжатого фреша родителям на заметку и детям на радость потому как тема поднятия иммунитета а этот фреш непременно поднимет иммунитет ваших детей и вас конечно же ну что приступим поехали ну что все готово друзья мои приступаем к приготовлению нашего волшебного фреша яблока яблочко на тарелочки грейпфрут грейпфрутик отлично какой он красивый сок дает хурма хурма летающая хурма как всегда прилетела к нам прямо уже в готовый фреш а мы сюда обратно вот так раз морковка морковочка и и вот друзья мои что у нас получилось себя яблоко больше а у меня корицы яблоко и морковки ну что на здоровье друзья мои вот такие фреши вы можете приготовить для себя и своих детей каждое утро причем это не только напиток но это и еда в том числе потому что фреш это есть еда насыщенная а еще сдобрена пророщенной пшеницей она даст всю увеличит мощь всей энергии в сотни миллиардов раз и вы будете и вы и ваши дети станете такими же прекрасными как и мы с ариной красивыми энергичными и бодрыми ура на здоровье пробуем вкус божественный божественный напиток так ну что сколько попили чувствуем себя бодро энергично превосходно великолепно потрясающе да только хурмай много язык вяжет язык вспоминается история одна людоедов спросили почти за что вы не любите бабушек кстати я знаю что вы путешествовали по азии расскажите что есть такая тема приходится иногда путешествовать гастролировать по разным частям нашего света и азия не исключение значит что приходит на ум поездка во вьетнам признаюсь превзошла все ожидания превзошли ожидания сами вьетнамцы веселого нрава люди радушные гостеприимные и что интересно что перемещение между городами во вьетнаме происходит в основном в автобусах причем пассажиры ездят лежа представляешь что в специальных капсулах вьетнамцы в пользу специальных капсулах в полулежащем состоянии между вот так произву происходит междугородные поездки но я естественно никакую капсулу не помещусь благодаря моим гастрономическим размерам поэтому мне там предоставили место в специальном отсеке для великан скажем так я вспомнила одну историю в лагере театральную сторону ну да и около плачки летом 2021 года я приехала в лагерь и в этом лагере у нас забирали на ночь телефон нам это конечно не нравилось чего бы мы хотели посидеть скучно же ночью у нас их забирали в коробочку и ложили воде вожатской у у нас комната была первая воде вожатской прямо прям впритык мы решили проучить и мы поставим вожатых мы решили всех их получить и поставили будильники на 601 на 602 на 603 и так до 7 утра мы поставили положение все отлично 6 утра начинается первый будильник встают вожатые выключают опять легли спать да снова начинается будильник тоже выходят выключают и ложатся спать на третий раз уже собрался абсолютно весь отряд они стояли выключали эти будильники но до меня очередь не дошла что я естественно спала я удивилась что нас не накричали то что в принципе вожатые могут за это накричать но наши вожатые привели чувство юмора чувство юмора не отказала вожатым хочу кстати друзья мои обратить ваше внимание на то что фоном как всегда у нас висят картины сергея татаринова художника дизайнера и сегодня как всегда легкий лайфхак художественный от сергея всем привет меня зовут сергей татаринов и сегодня я вам покажу и расскажу как волшебным образом превратить любой ненужный предмет декора который будет украшать вашу комнату ваш офис ваше рабочее место что угодно и сегодня пример мы возьмем вот такую вот старющую книгу и так после того как мы сделали наш набросок карандашом мы наносим аккуратно нашу грунтовку и наш фон тщательно обводя все наши контуры после чего наносим собственно говоря сам рисунок давай ему высохнуть пять или десять минут если это акрил если это гуашь придется подождать немножко дольше вот таким образом мы превратили нашу старющую книгу в отличный элемент декора так что берите на вооружение давно хотел вас спросить арина а любите ли вы петь конечно да тогда с удовольствием друзья мои поем вместе с ариной песню с наилучшими пожеланиями счастья любви процветания везения в но не только в новом году но и во все последующие годы счастья удалоне поем поехали счастья удалоне 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 Хай вам счастья привыкли Счастья удалай Хай вам счастья привыкли Счастья, everybody Хай вам счастья привыкли Бажаю 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 Спасибо